В Брестском государственном университете имени Александра Сергеевича Пушкина состоялась диалоговая площадка в рамках просветительского проекта «В режиме правды». Спикерами выступили директор государственного учреждения физико-технического института Национальной академии наук Беларуси Виталий Залеский и генеральный директор Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси Сергей Подубко. Было отмечено, что на базе учреждения образования регулярно проводятся дискуссионные площадки, круглые столы и встречи с экспертами по обсуждению политических и социальных вопросов развития государства. Любые вопросы нужно решать в диалоге. И нет ничего интереснее, чем разговаривать с молодежью, потому что это всегда приводит в тонус. Это только на пользу. От нас во многом зависит, какие студенты или какие будущие студенты к нам придут. Мы их должны доучить, довоспитать или как-то реагировать или влиять на процессы обучения. В год исторической памяти студенты поинтересовались мнением экспертов о событиях, повлиявших на становление белорусского государства. А также интерес у обучающихся вызвали изменения и дополнения, которые предлагается внести в Конституцию Республики Беларусь. На встрече были затронуты вопросы и касающиеся современных технических разработок, реализованных в физико-техническом институте Беларуси, сотрудничества с учеными-партнерами зарубежья, востребованности физико-матеватического образования. Такие современные технические разработки были введены в технический институт на основной академии. Наша тематика – это инженерные поверхности, это упрочняющие технологии, это керамика, это бронежилеты, бронезащита, это бетон-мочевые, лазерные технологии, плазменные технологии и в общем случае промышленные технологии в таком большом контексте. Поэтому, по словам я закончил физфакт, поэтому прекрасно понимаю, насколько востребовано в инженерных профессиях знания фундаментальные. Физика, химия, конструирование конструкторов в таком большом смысле этого слова. Знания и умения нынешних студентов, воплощения в жизнь их задумок будут способствовать развитию и процветанию Республики Беларусь. Эксперты ведущих научно-исследовательских центров в области технических наук рассказали о разработках и достижениях, которые были созданы за годы независимости нашей страны, о научных и технических исследованиях, а также внедренных инновациях. Сегодня, конечно, мировым трендом в нашей области является транспорт электрический, экологический и беспилотный транспорт. Мы этим сегодня активно занимаемся и у нас уже есть чем похвалиться, скажем так. Мы являемся головниками по программе, фактически государственный электротранспорт. Мы работаем с нашими со всеми предприятиями Республики Беларусь. Фактически являемся научным центром и помогаем осваивать новую продукцию нашим предприятиям. В том числе, как я и сказал, современный транспорт. У нас создан новый центр, совершенный центр силовых электроприводов, центр компьютерных технологий, цифровых технологий. И на сегодня они активно включились в это решение их задачи. Сейчас в наше время, когда все пользуются интернетом, очень важно, что университет нам дает возможность общаться с многими важными людьми. Людьми, которые достигли каких-то целей, общаться вживую, когда мы можем им задать вопрос, они нам сразу же на него ответят. Это достаточно важно, потому что сейчас молодежь сидит в телефонах постоянно, в интернете, в каких-то инстаграмах. И они не знают, во-первых, как общаться правильно с людьми, они не знают, что можно спрашивать что-то. И исходя из таких встреч, мы можем узнавать очень важные вещи, принимать для себя что-то новое. И такого в интернете нет. Анастасия Милишкевич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.